С любовью к Дагестану так называлась сольная программа легендарного исполнителя лакских, турецких и русских песен Ахмеда Ахмедова. Концерт прошел в зале Дома Дружбы. Уже несколько лет Ахмед не давал концертов у себя на родине. Народ успел соскучиться. Концерт был захватывающим, зритель ловил каждое слово, движение, мимику любимца. А самое приятное то, что Ахмед Ахмедов несколько часов подряд находился на сцене почти один. Да-да, вы правильно расслышали, почти один. Он же конферансье, он же участник и гость. Все в одном лице. Хотя и тут можно внести поправку. Гость был и рождается вопрос. Ахмед Ахмедов меня заметил на одной мероприятии. Решил, наверное, пригласить. Ему понравилось то, как я выступала. В этот день зал Дома Дружбы переполняла теплая атмосфера. Чувствовалось взаимопонимание между артистом и залом. Ведь самое главное, чтобы исполнитель чувствовал отдачу от зрителя. Очень хорошо, шикарный концерт. Даже нам не дай. Мы еще хотели бы до конца слушать, до утра. Сольный концерт – это всегда переживания. Все мы знаем, что Ахмед Ахмедов мастер своего дела. Но всегда приятно знать и чувствовать, что ты не один переживаешь все свои волнения. Он уже выступает много лет, но каждый раз бывает ощущение, что вдруг не получится, вдруг сорвется. Заполнится ли зал, все ли хорошо пройдет. Волнение будет, как первый раз. Я больше его критикую. Когда он придет, я ему не говорю, что это хорошо, это шикарно. Я говорю, что тут не так, что тут не так. Конечно, гордость. Но я больше такой прагматичный, чем он. Он у нас человек творческий, поэтому я слишком земная. И поэтому я больше ему говорю, что тут нужно было так, вот тут нужно было так. Ну, конечно, он младше, тем более меня. Да-да-да, я самая старшая в семье. И я больше указываю, где плохо, где не так, где нужно было. На этом концерте министр культуры Республики Дагестан Бутаева Зарема вручила звание народного артиста Ахмеду Ахмедову. Вы знаете, у нас очень давние такие творческие взаимоотношения. Когда я еще работала на пусть радиокомпании «Дагестан», он был одним из гостей моей программы и рассказывал очень много интересного из своей творческой биографии, о своем ауле, о своей вот этой доброй миссии, которую он выполняет по отношению, как бы, дружба между Россией и Турцией и так далее. И я рада, что мне выпала такая честь и возможность вручить ему это звание «Народный артист Республики Дагестан». А как ставьте по поводу концерта? Концерт замечательный, вы видите, зал полный, воспринимает на ура Ахмеда. И я думаю, что это праздник для всех дагестанцев. Трехчасовой концерт подошел к концу, и уже народный артист Республики Дагестан Ахмед Ахмедов был готов работать и работать дальше. Его переполняла энергия. Ну, на самом деле, я здесь редко бываю. Этот последний мой концерт здесь по три года. Поэтому, как я в своем, как бы, приветственном вступлении сказал, мне просто как-то не хотелось вот этот редкий момент, так скажем, удовольствия, то, что оказаться вот перед своим зрителем, не просто зрителем, а перед моим народом, как-то я ревностно на сей раз отнесся, и пусть его не захотел в это время с кем-то поделить, побольше пообщаться с нашим зрителем. Потому что наш дагестанский, кавказский зритель, он своеобразный, он, как вам сказать, он фальши не любит. Он, перед нами, он как индикатор для меня, как лакмусовая бумага. Поэтому, наш, вообще, наш кавказский народ, он, как сказать, он искренний народ. Он или любит, или вообще не любит. Середины у нас никогда не бывает. Вот как, например, в Баку ездишь, все-таки они такие, вот дело восточное, они вам все будет аманафендим, джанамфендим, нравится, не нравится, будут самую кучу лесных слов говорить. А у нас, в Дагестане, нравится, скажут нет, не скажут. Поэтому, оказаться здесь через какое-то время, как ты в мир ездишь, это, на сегодняшний концерт для меня, это было, опять же, вот как бы проверить себя лакмусовая бумага, а на правильном ли я пути. Просто хочется попросить этого замечательного человека приезжать почаще и баловать нас концертами. Патимат Алиева, Магомед Зурканаев, Прибойные новости.